Привет всем цивилизаторам! Вы слышите Лёшу Халецкого, значит вы на канале Лёша Играет. И это очередное видео о стратегиях победы в игре Цивилизация 5, нашего всесида Мэйра. Кстати, это первое видео, в котором я буду играть в дополнение Боги и Короли. Но прежде чем я перейду непосредственно к игре, хочу вам немножко пожаловаться на свою жизнь. Ну и совета попросить, конечно. Ну, в общем, я тут посмотрел чужие видео по поводу Цивилизации 5, русскоязычные, конечно. И как-то грусть меня взяла, тоска. В общем, народ записывает свои летсплеи в Цивилизации на не самых высоких уровнях сложности. Там по 5-6 часов партия режет их на серии и выкладывает в интернет. Ну, в принципе, каждый вправе записывать те видео, которые ему нравятся. Но меня расстроило то, что у них десятки тысяч просмотров. У меня только одно видео там до тысячи дотянуло. А у них десятки тысяч. Причем это... Там даже не стратегия. Там просто летсплей, в котором... Они говорят, вот, я передвинул юнита сюда. Они не объясняют как-то свои действия особо. Не предлагают каких-то интересных решений. Не объясняют, почему вот надо сделать так, а не иначе. И при этом имеют так много просмотров. У меня же видео именно определенной стратегии игры. Причем я не выкладываю полностью всю свою партию. А монтирую из него как можно более короткие видео, чтобы вы не тратили свое время. Вы же сами понимаете, что я в любом случае на партию трачу несколько часов, чтобы ее записать. Потом несколько часов, чтобы это видео смонтировать, озвучить. Уже не говорю о том, что потрачено несколько часов для того, чтобы просто понять эту стратегию, понять игру. А тут, оказывается, можно запустить игру на уровне, там, князь какой-нибудь. И записать полностью партию от начала до конца, разрезать на серии и выложить. И это будут смотреть. Поймите меня правильно, у меня нет абсолютно никаких претензий вот к авторам этих видео. Ну, зависть, конечно, есть, само собой. Меня удивляют люди, которые это смотрят. Почему они тратят вот столько времени на целую партию в цивилизацию, время, которое они могут потратить на свою собственную игру. Вы же поймите, что, посмотрев одну партию в цивилизацию, вы, не знаю, ну, одну десятую, может, 10% от всей игры поймете, если вообще поймете. Цивилизация настолько многогранна, что, сыграв в 100 игр даже, вы все равно будете находить в ней что-то новое. Так вот, как мне кажется, мои видео в более сжатой, доступной, концентрированной форме рассказывают о действиях в цивилизации. То есть, вы быстрее начинаете понимать игру. И вот как итог вообще всего моего этого воззвания, о чем, почему я начал говорить. Может, я что-то не так делаю, может, я не там размещаю свои видео, почему у меня меньше просмотров. Да, я понимаю, что это только начало, мой канал не очень известен, но я видел там у людей тоже, которые каналы не особо известны. У них там, ну, подписчиков 150, например. И в то же время у них 5000 просмотров вот партии в цивилизацию, в которой нету вообще никакого, никакой фишки, понимаете. Он просто человек запустил на уровне князь, прошел игру в конце, выиграл, и это 6 часов. Да, я вижу, что вам нравятся мои видео. Особенно мне приятно читать комментарии. Вот, например, Liquid G пишет в комментарии про стратегию 4 гробницы. Главное, не увлекайся летсплеями, делай вот такие вот интересные гайды, стратегии, фишки об играх. Или вот в комментариях к плавучим садам CR8934 написал «Особенность канала, он не особо популярный, но качество видеозвука на высоте так нечасто бывает, и я скинул видео всем своим знакомым». Это приятно, да, спасибо большое. Но вы же понимаете, что для любой работы должен быть стимул. Я сейчас не говорю о деньгах, я это все делаю, потому что мне это хочется делать, и потому что мне кажется это интересно. В данном случае, если мы говорим о видео, то стимул – это просмотры. То есть, я вижу, что видео доходит до тех людей, которым оно предназначено. А раз у тех, кто делает летсплеи по цивилизации, там десятки тысяч просмотров, а у меня тысячи рядом, значит, я свое видео не могу донести до людям, которым оно предназначено. И вот я спрашиваю у вас совета, что мне надо делать, чтобы смотрели люди, которым это действительно нужно. Да, я размещаю там на форумах цивилизации, вот многие люди там с цифнатикс.ру, цифру, еще стратегиум.ру, по-моему, сми не изменяет память, никого не забыл, вконтакте, на игровых сайтах, там геймер.ру, канобу, по-моему, аг, абсолют геймс, да. Я как бы пытаюсь продвигать свое видео, но, видимо, этого недостаточно. Поэтому обращаюсь с помощью к вам, чтобы вы как-то его продвигали. Ну и за советом, что вообще надо делать в таких случаях? Может, тут есть какие-то подводные камни или кто-то тоже вот видео свое размещал. В общем, я очень не хочу, чтобы во мне вот угасло это желание делать для вас видео, рассказывать о новых стратегиях. Что ж, извините за такое долгое вступление, но я должен был к вам обратиться. По идее, в начале видео я должен поставить ссылку, которая ведет вот прямо вот сюда. И на этом месте я перейду, собственно, к стратегии, из-за которой затевалось это видео. И называется она «Ползучие майя». Вообще, ICS, Infinite City Sprawling, это старая, известная, очень популярная стратегия игры в циву. И она появилась не только в пятой цивилизации, собственно, она есть с первой. И переводится это как «Бесконечное расползание городов». И фишка ее в том, что мы будем строить очень много городов. Но обо всем по порядку. Давайте стартуем. Я тут задолбался ждать соперников по онлайн-игре, поэтому я сыграю с компьютером. Вот сложность «Бессмертный». Просто на божестве, я считаю, это мазохизм играть. «Бессмертного» вполне достаточно. На самом деле, эта стратегия и на божестве работает без проблем. Скорость игры высокая, просто потому, чтобы это все быстрее произошло. На самом деле, опять же, скорость без разницы какая. Цивилизация случайная, мы будем играть за майя. Почему за майя? Во-первых, это новая цивилизация в аддоне. Во-вторых, помните, я вот когда рассматривал новые цивилизации аддона, восхищался майя, их зданием, их юнитом. И вот действительно оказалось, что именно для ICS, для этой стратегии майя очень удачно подходит. Видите, у них ранний уникальный юнит, очень дешевый, и здание, которое дает и веру, и науку. Кстати, так как тут появилась вера, и майя такая верующая цивилизация, которая дает большой буст от веры, то выбор этой цивилизации для первой стратегии был, собственно, предопределен. Свой самый первый город в идеале было бы поставить на холме для раннего производства. А самое вообще идеальное, это когда еще на холме есть какой-нибудь ресурс роскоши. Первым делом исследуем, конечно же, гончарное дело, чтобы быстрее добраться до нашего уникального здания пирамиды. Так вот, если рядом с вашей стартовой позицией есть холм с ресурсом роскоши, не бойтесь потерять ход. Передвиньте туда поселенца и основывайте город там. Вот я сейчас не передвигал поселенца на холм, потому что рядом находится... Вот если я его ниже бы отодвинул на холм, я бы ушел от соли, до которой дольше было бы добираться. Вообще, почему я говорю, что надо ставить первый город на холме? Потому что он дает один дополнительный молоток к производству, а мы будем очень много клепать поселенцев, сетлеров. И в начале игры дополнительный молоток – очень хорошее подспорье при строительстве поселенцев. А ресурс роскоши на этом холме важен, потому что вам не придется тогда строить усовершенствование для доступа к нему. То есть при открытии майнинг вы сразу получите шахту в городе и присоедините ресурсы. Или при открытии календаря – плантацию сразу. Итак, в городе поставлен строится скаут, а наш дуболом расследует территорию. Ну, все как традиционно. Сразу переключаюсь к постройке скаута. Вот мы его уже построили. Теперь обратите внимание. До кончарного дела осталось три открытия. А до строительства атлатля, уникального юнита майя, четыре хода. Вот если бы там совпадало, то есть вам не надо было откладывать строительство атлатля, строили бы его, а так я поставил скаута следующего. Первым скаутом, естественно, исследуем территорию. Это очень важно в этой стратегии. Да, забыл отметить, что эта стратегия подходит для больших карт. Ну, начиная со стандартной и больше. На маленькой карте, там, Тинни или Смол у вас просто не будет пространства для притворения в жизнь этой стратегии. Нам надо много пространства, где у нас будет стоять много городов. Так как мы в руинах нашли увеличение населения в городе, то у нас скаут построился на ход быстрее, чем предполагалось. Поэтому на один ход до открытия гончарного дела я поставлю строиться монумент, потому что он будет у нас второй в очереди на строительство. Его быстрая постройка позволит нам принять соушал-полиси побыстрее. Вообще, как вы понимаете, из-за большого количества городов соушал-полиси у вас в этой стратегии будут нечасто приниматься. Итак, вот мы открыли гончарное дело. Тут мы шли к пирамиде. Поэтому в городе переключаем производство с монумента на пирамиду. А следующая технология для исследования зависит от того, какие ресурсы роскоши у вас рядом. Вот у нас соль и шелк. То есть нам для того, чтобы их присоединить, понадобятся майнинг и календарь. Ну, пожалуй, открою календарь, а потом майнинг. Почему именно ресурсы роскоши? Потому что эта стратегия очень зависима от счастья. Вам надо будет очень много счастья, потому что у вас будет очень много городов. Причем это критично в самом начале игры, когда у вас еще не очень развитые города. У меня, например, к 110-му ходу было уже 50 счастья. Итак, как видите, я переключаюсь на пирамиду, и это очень крутое уникальное здание. Оно, в отличие от святилища, которое заменяет, дает еще плюс один веры, то есть всего два очка веры за ход и два очка науки. Это очень круто. Вот, например, библиотека два очка науки дает от города в четыре жителя. Извините, до библиотеки еще надо исследовать еще одну технологию больше. К тому же вырастить город до четырех жителей и требует она на содержание больше. А пирамида Майя дает возможность идти сразу к двум целям. То есть исследовать технологии, которые нам нужны, и получать очки веры, которые в этой стратегии для Майя тоже критичны. Мы, к сожалению, против компьютера первыми к вере явно не придем, но вторыми, третьими вполне, потому что нам надо взять определенные верования, которые в другом случае могли бы от нас ускользнуть. Вообще идея стратегии бесконечного расползания в городов в том, чтобы построить как можно большее число городов. При этом они должны находиться плотно друг к другу, как это только возможно. А игра позволяет строить ближайший город в трех... на четвертую клетку от следующего. То есть через три клетки от города. И это еще одна из причин для раннего исследования местности. То есть вы уже должны себе приблизительно прикидывать, в каких местах вы будете ставить города. Ресурсы рядом с городами сейчас вообще не важны, потому что вы их будете так ставить плотно, что все ресурсы все равно потом отойдут к вам. Если даже они сейчас не попадают под город, то во время его расширения ресурс достанется городу. Ну, как вы видите, в столице пирамида была построена. Мы будем сейчас идти к основанию пантеона и веры. А после пирамиды, естественно, строится монумент. Итак, кроме столицы, качество местности рядом с другими городами не имеет значения. Речь идет о максимальном количестве городов в данной области, что требует, собственно, немалого предвидения. Убедитесь, что прогнозируемое место для города, по крайней мере, в трех клетках от города-государства, не в горах, ну и так далее. И самое важное вообще, сама весь изюм этой стратегии в том, что ваша империя никогда не должна заканчивать строительство новых городов. Итак, вот мы и дожили до принятия первой полиси. Естественно, это воля. Общественный институт, мы берем волю. Вообще, есть такое противоборство между любителями брать традицию и любителями брать волю. Но в данной стратегии никакой традиции ни в коем случае, потому что традиция подразумевает быстрый рост городов. А нам быстрый рост городов не нужен как раз. Зато нам нужен халявный поселенец и возможность поселенцев быстро строить. Как видите, в науке я быстро включил исследование колеса. Потому что нам надо будет соединять наши города, и соединение их дорогами тоже важно критически для этой стратегии. А в столице тем временем я начинаю строить первого поселенца. Вот и начинается расползание майя по планете. Очевидная задача этой стратегии будет состоять в управлении счастьем вашей империи. Поэтому вот так мы приняли только что social policy. Есть несколько критически важных верований и social policies, которые просто необходимо принять для максимального потенциала. Вот в Liberty мы после того, как дойдем до халявного поселенца и быстрого строительства поселенца, потом обязательно идем к meritocracy в первую очередь. Потому что оно дает плюс одно счастье для каждого присоединенного города. И минус 5% от несчастья для всего населения. После того, как вы примете все полиси в Liberty, вы получите там бесплатного великого человека. И дальше в social policies вы принимаете коммерциализм. И идете до протекционизма. Так, отвлекусь. Тут вот нам перепало наконец-то принять религию. Кстати, мы третьи на всей карте, что не так уж и плохо. Значит, в пантеоне мы выбираем посланник богов. Обратите внимание, плюс 2 к науке в городах с торговыми путями. То есть, каждый наш город, который мы будем присоединять к столице, будет давать плюс 2 к науке. А вы помните, что наша пирамида тоже дает плюс 2 к науке? То есть, каждый наш город будет генерировать сразу, ну, практически сразу 4 очка науки. Это не говоря же о том, что вы потом и библиотеку построите, и там и университет. То есть, вы на седьмом уровне сложности по науке не будете отставать от компьютера. Я, например, на сотом ходу не только не отставал, я его уже опережал. Да, и сколько я не играл за май, я ни разу компьютер посланник богов не взял раньше меня. Так что это очень выгодный пантеон. Возвращаясь к social policies, значит, идем в коммерцианализме до протекционизма, что дает плюс 2 счастья на каждый ресурс роскоши, присоединенный к вашей империи. К тому же, там еще по пути к нему есть хорошие полиси, типа минус 33% на содержание дорог, которых у вас будет немерено. О, кстати, очередной институт. Принимаем, естественно, республика, которая ведет к бесплатному поселенцу, совместное управление, позволяет поселенцев строить быстрее. Да и вообще сама республика тоже хороший институт, потому что дает производство в городах. А нам нужно в городах, чтобы было большое производство, больше молотков. О, встретили, наконец, первую цивилизацию, Испания. Явно мы с ней будем первой воевать. Кстати, нам повезло с расположением. Видите, мы находимся на краю материка, потому что цивилизации, рядом с которыми вы начинаете быстро строить города, начинают выражать недовольство этим. Если вы находитесь в центре Пангея, и вокруг вас несколько государств, то очень велика вероятность, что они все вам объявят войну. Поэтому вот такое крайнее положение выгодно для этой стратегии. Хотя, по-хорошему, на большой карте, даже в центре, вы уже должны к этому моменту наклепать столько войск, что сможете отбиться. Итак, в столице построен первый поселениц. Теперь мы строим своего копьеметателя, или алкатль. Он называется, не знаю, почему это на русский перевели, как алкатль. И теперь вы в столице по очереди строите поселенца алкатля, поселенца алкатля. А вот в таком пюре вы и наберете и много поселенцев, и много копьеметателей. Не обращайте внимания на то, что вам предлагает компьютер. Вам надо, еще раз напомню, ставить города как можно близко друг к другу. То есть, не дальше четырех клеток от столицы. Ближе вам просто не позволит игра, у вас не будет гореть кнопочка поселения. Дальше не подразумевает стратегия. Вам все города в обязательном порядке надо будет соединять дорогами, а каждая дорога, опять же, напоминаю, это один золотой. Если вы дальше построите, у вас будет просто не хватать денег для содержания в начале игры. Ну и, кстати, старайтесь так ставить города, чтобы, например, к двум городам шла одна дорога. То есть, вот как-то комбинировать. Чтобы не тратилось не четыре клетки, а шесть клеток, точнее, не восемь клеток на два города, а шесть клеток. Такое тоже возможно. И возвращаясь к институтам, к social policies, после того, как вы дойдете до протекционизма, ну и последнее, то policies, которая нам нужна критически, это принятие ордера. То есть, вот самое первое принятие открытия ордера, что дает плюс один счастье на каждый город. Все. Дальше, в принципе, все остальные policies вы можете принимать в зависимости от своей стратегии игры. Лично я пойду на рационализм, по науке, потому что это еще добавление к науке, и быстрее закончу игру. Как видите, в столице мы уже построили Алкатля, и, как я и говорил, опять начинаем песселенца. Напоминаю, в столице по очереди Алкатль, поселенец, Алкатль, поселенец. После колеса открываем охоту, треппинг, потому что после ее открытия мы можем строить цирк. А это здание, которое дает счастье, причем бесплатно. Вот мы основали наш второй город. Судя по деньгам, вообще, смотрите по своим деньгам, первое здание, а это пирамида в обязательном порядке, мы можем купить. Раз у нас есть деньги, не можем просто, а должны покупать. Вторым зданием в городе, естественно, строится монумент. Значит, во всех ваших городах, которые вы будете основывать, порядок строительства будет всегда именно таким. Пирамида, монумент. Причем в первых двух городах, ну, точнее, во втором и третьем городе, я рекомендую пирамиду купить, если, конечно, у вас есть деньги, где они должны у вас быть. Вот нам тут халявной веры подвалило, что очень неплохо. Так, 134 веры нам нужно до великого пророка. Вот я как раз оставлю, чтобы мне игра напомнила, и сама великого пророка купила. Великий пророк нам нужен для основателей веры. Вера нам очень нужна в этой стратегии. Ну, а своего Алкатли, естественно, используете в роли такого дополнительного скаута, который еще и умеет воевать, к тому же. И вот у нас, ну, там кто-то великую библиотеку строит. Да, у нас, кстати, довольно долго не будет рабочих, поэтому, ну, как вы видели в прошлых видео, можно их украсть у города-государства, можно к ним под границей подвезти свою армию и потребовать дань. Правда, у меня вот в этой игре города-государства вначале меня как-то не особо боялись, и никаких этих рабочих мне не давали. А вот, по-моему, украсть я тут тоже не смог, но это один из вариантов украсть. Кстати, вы обратили внимание, что я специально для вас поставил русскую версию цивилизации себе? Там у меня в комментариях писали, вот что-то на английском, ничего не понятно, несмотря на то, что я, в общем-то, всё рассказываю. Ну, блин, так меня русская версия раздражает. Во-первых, вот этот шрифт, не знаю, почему нельзя было для русской версии нарисовать тот же оригинальный шрифт, что и в английской версии игры. Какой-то он расползшийся. Ну, ладно, блин. Ну, вот именно визуальное наслаждение от игры не получаю из-за этого дебильного шрифта. Потом некоторые переводы. Вот почему они Алкатля перевели как купьеметатель. Нафига они вообще перевели? Алкатль. Это уникальный юнит Майя. Он называется Алкатль. Ну и много других раздражающих мелочей. Вы уж извините, я всё не припомню. Но вот такое отношение к переводу, оно расстраивает, потому что это несерьёзно. Жалко, что в такой хорошей игре так плохо поработали локализаторы. Я отвлёкся, потому что в самой игре, собственно, происходит разведывание местности и война с варварами. Вот мы открыли охоту, после которой мы сможем цирк. Приняли, наконец-то, бесплатного поселенца. И поселенцы у нас ещё и быстрее будут строиться. И сейчас надо будет следующую науку брать. Следующим, значит, ходом мы идём к стадиону. Не знаю, как он сейчас по-русски будет называться. Металлоконструкция. Боже, что за бредятина. Почему construction перевели как металлоконструкция? Ну ладно, почему мы идём к construction? Я буду по-английски говорить. Потому что там есть стадион, те самые два счастья, которые очень нам нужны, и лучники с композитным луком. То есть, в которых мы будем апгрейдить наших алкатлей. Ну, очень классная наука, очень классная технология, которая нужна нашему государству. Ой, шведы подтянулись. Кстати, знаете, что машина по-шведски будет мафин? Ну, я имею в виду не автомобиль, а вот машина как прибор. Кроме того, по дороге construction откроется нам майнинг и... Что там? Камнетёс, как он там называется? То есть, две такие технологии, которые позволят ресурсы роскоши тоже присоединять, что удобно. Кстати, если у вас там города расположены в джунглях, то рекомендую по дороге ещё открыть работу с бронзой, бронзворкинг. Тогда вы сможете вырубать вашими рабочими джунгли. Ну вот у нас очередной поселенец. Видите, я выбираю, куда его отправить. Естественно, это плохое место, куда я сейчас показываю, потому что далеко. Изначально, пока я его сюда отправляю, но не волнуйтесь, тоже далеко, я там не буду строить город, я его потом перенаправлю в другое место. Ещё раз напоминаю, не соблазняйтесь всякими заманчивыми, хорошими местами. Стройте на четвёртой клетке от ближайшего города. И как можно кучнее. То есть, не вытягивайте в линию. Потом будете вытягивать, когда у вас места тут не будет. Иначе вы разоритесь на содержании дорог, а смысл стратегии как раз меньше тратить на содержание и больше получать от городов. Вот мы уже в нашей столице очередного поселенца построили. Опять копьеметателя. Напоминаю, что мы тут по очереди строим поселенца, копьеметатель, поселенец, копьеметатель. И вот тут, где нам предлагает компьютер поставить город, вполне неплохое место. Собственно, туда я сейчас и поведу своего поселенца. Потому что вот я сейчас, видите, считаю место. А вот тут я смогу ещё один город вместить. Вот между теми двумя точками, которые предлагает мне компьютер, я ещё смогу вот туда вставить, куда я мышкой посчитал клеточки. То есть, вот у меня уже будут как бы четыре города так вот плотненько стоять. И ещё вверх от столицы я поставлю город. И у меня так пять городов довольно плотненько будет находиться. Ещё раз обращаю ваше внимание, что совершенно пофигу, в каком месте будут находиться ваши города. Пусть даже в тундре. Какой бы ни было плохой местность, нам это не важно. Нам не нужно, чтобы эти города росли. На самом деле, по стратегии, они у вас максимум будут вырастать до трёх-четырёх жителей. Нам важно только вот, где находится наша столица. А столицы всегда в хороших местах, собственно, находятся. Все остальные города, главное, чтобы они были близки друг к другу. Чтобы их не надо было связывать с большим количеством дорог. Все ресурсы вы всё равно рано или поздно получите другими городами. Вот у меня в Текале, вы увидите, что построился монумент. Следующим надо было строить арену, вот как по-русски она называется, или стадион. Но, к сожалению, мы ещё вот до сих пор не открыли. Поэтому я там поставил копьеметатели. Строится, поселение там будет строиться долго, поэтому копьеметатели. И вообще, очерёдность строения в наших городах, опять же, это пирамида, монумент, арена. Арена пока не открыта. Естественно, у вас возникает вопрос, а что делать вот с этим большим количеством городов, которые мы будем сейчас строить? Вообще, идея стратегии в том, что вы от городов будете получать кучу денег, собственно, за которые вы будете всё и покупать. Не сразу, конечно, но где-то к десятому городу так точно у вас будут хорошие экономические показатели. В связи с этим, каждый город, который вы строите, можно развивать только до трёх населения. То есть, они у вас вырастают до трёх, и дальше делаете фокус на строительство, и больше никак его не увеличиваете город. То есть, избегайте роста и ставьте фокус на производство, когда город достигает населения три. Почему до трёх? Потому что это минимальный размер города, при котором вы будете от него получать максимум плюшек. Ну, я напомню, во-первых, строение счастья, что вот вы, когда строите стадион, вы получаете два счастья, но не больше, чем население города. То есть, так отвлекусь, видите, я в нашей столице не поставил поселенца строиться, потому что у меня сейчас ещё один поселенец идёт, чтобы город основать, а уже у нас несчастье пять. Когда он будет основывать новый город, несчастье станет восемь, и ещё один поселенец просто превысит вот предел в десять несчастного населения, когда производство сильно уменьшится. Поэтому мне сначала надо немного увеличить счастье, а для этого мне надо присоединить ресурсы роскоши, и поэтому мне, соответственно, нужен рабочий. Именно поэтому я в столице стал строить рабочего, а не поселенца, вот как я говорил, что по очереди копьеметатель, поселенец, копьенеметатель, поселенец. Нет, слишком мало счастья. Так вот, при населении три как раз ставится арена замечательно, даёт два счастливых жителя. Если вы в городе ещё можете цирк построить, а я напоминаю, что цирк строится в городах рядом с лошадями и слонами, у которых есть ресурсы роскоши, тогда ещё можно увеличить до четырёх населения. Кроме того, мы будем дальше в вере, я в вере, по поводу веры остановлюсь отдельно, будем принимать такие верования, которые дают счастье за население в три жителя именно, то есть меньше, опять же, не надо. А больше нам не надо, потому что тогда у нас будет увеличиваться количество несчастных жителей, что нам тоже не надо. Ну, в принципе, вы когда увидите, вот когда вы дойдёте до этой стадии, у вас немного-то и городов смогут развиваться больше трёх-четырёх, потому что мы специально строим в них такие здания, которые не будут давать им развиваться. Ещё можно увеличить город до четырёх, если вы получите бонус два производства от одного из верований. Это не самое важное верование для нас, но дело в том, что в борьбе с другими цивилизациями вы можете не принять те верования, которые я вам порекомендую. И тогда вот одна из хороших альтернатив – это бонус-два производства, если город имеет специалиста. А специалиста вы получите, например, от строительства воркшоп, я не знаю, мастерская, наверное, этот по-русски называется. И тогда вы от мастерской, то есть от специалиста получите 4,4 производства от одного населения. Надеюсь, не очень сумбурно объясню. Ну, в общем, главная мысль, которую я до вас доношу, что все те города, которые вы строите, в отличие от столицы, должны у вас вырасти только до трёх. Причём не критически важно, чтобы они как можно быстрее выросли. Критически важно, чтобы вы как можно больше городов строили. Но если у вас есть свободное счастье, то постепенно развивайте ваши все остальные города до трёх. Вот видите, я уже четвёртый город построил, встретился с Карфагеном, с Дидоной. Дидона. Четвёртый город построил, нормально развиваемся, можно опять поселенца в столице строить. Тем более, что мы рабочего отобрали у варваров и не собираемся возвращать его городу-государству, что рабочий нам важнее, чем на данном этапе, чем отношения с городами-государствами. Хотя, например, если бы это было город-государство религиозное, я бы, пожалуй, с ним улучшил отношения, потому что буст к верованию, к вере нам важен. Мы тогда бы смогли быстрее компьютера кое-какие верования принять. Да, по поводу столицы, вот в начале игры, пока вы развиваетесь, имеет смысл её вырастить до пяти. Пока до пяти. Дальше вы всё смотрите по тому, сколько у вас счастья будет. Если у вас будет избыток счастья, то есть, вот вы сейчас собираетесь, например, основать город очередной от поселенца и увидите, что у вас всё равно будет счастье в плюсе, то можете увеличивать население в столице. То есть, вы развиваете столицу самое главное. Ну, а когда у вас вообще много городов будет, то можно ещё пару-тройку городов начать развивать. То есть, найдите, которые у вас находятся в хорошем положении, которые будут приносить какие-нибудь бонусы, там, производственные, научные, и их тоже развиваете, увеличиваете население. Но это потом, когда у вас уже вот будет очень большая территория застроена вашими вот этими маленькими городишками. Как видите, в самой игре у меня развитие идёт полным ходом. Я рабочим уже стал, начал присоединять ресурсы роскоши, вот соль. Тут я веду, кстати, к городу-государству своих атлатлей в надежде его напугать. И вдруг он мне денег даст или рабочих. Но, видимо, в начале игры такая армия никого не пугает. Ну, мне, во всяком случае, в начале игры ни одного город-государства не удалось напугать. Все они писали, что не боятся меня и никакой дани платить не будут. Так что, к сожалению, зря только водил туда атлатлей. Надо было идти воевать с варварами и денег наскребать на развитие империи. Да, если у вас будет не хватать денег, а в начале, кстати, как раз так и будет, скорее всего, то я вам рекомендую лишние ресурсы роскоши продавать встреченным уже цивилизациям. За сколько они там, за 200, за 100, я не помню. Ну, наверное, за 200 золота будут их покупать. Этого вполне достаточно для содержания государства, пока оно не разовьется. Не бойтесь, то есть, почему... А, вот мы открыли металлоконструкции, наконец-то. Боже, меня до сих пор коробит этот перевод. И, слава богу, можем стоить арены и... О, в античность перешли. И апгрейдить наших атлатлей в... Лучников с композитным луком. Вот такое у нас длинное название. Значит, после того, как мы открываем констракшн, сразу прямой наводкой, ни на что не отвлекаясь, идем к богословию. Или по-английски теология, там теология она называется. Почему? Потому что, я вам напомню, что у майя бонус их цивилизации, что они после открытия богословия каждые 394 года получают по великому человеку. Типа их там календарь майя вот такой. И я вот в обзорах новых цивилизаций говорил, что, может, это не самый крутой бонус. А вот теперь я понимаю, что это бонус очень крут. Потому что все остальные цивилизации, для того, чтобы получить великих людей, ну, конечно, если не считать открытие полного воли, им надо строить чудеса и ждать, пока у них накопятся очки. То есть, они будут получать великих людей где-то в середине игры. А здесь у нас цивилизация довольно быстро получает великих людей, причем с небольшим промежутком. Потому что в начале игры вот эти самые 394 года быстро пролетают. Поэтому нам надо очень быстро дойти до теологии, до богословия и получать все преимущества от великих людей. Обратите внимание, что я в городах поставил строительство арены и внес в очередь. Итак, мы принимаем очередной общественный институт. И я вам сейчас покажу, в каком порядке стоит их принимать. Остановлюсь на этом. Значит, в начале принимаем волю, либерти. Вторым – республику. Третьим – коллективное правление. То есть, идем к бесплатному поселенцу и увеличению скорости их строительства. Дальше берем бесплатного рабочего и меритокрасы. Извините, не знаю, как по-русски. То есть, дает нам счастье за соединение городов дорогами. Ну и шестым – заканчиваем открытие всей воли. К этому моменту, собственно, к принятию седьмой полиси, уже вы должны перейти в Средневековье, и у вас будет возможность открыть коммерцию. Значит, вы открываете коммерцию, и в восьмым, девятом и десятом полиси идете к протекционизму. Что дает два счастья за каждый ресурс роскоши. Ну, опять же, мы все открываем по счастью. И, наконец, в одиннадцатом полиси открываете порядок. Что нам даст один счастье на каждый ваш город. А городов у вас будет немерено, так что сразу привалит очень много счастья. Вот это одиннадцать полиси, одиннадцать общественных институтов, которые вы должны в обязательном порядке принять. Именно вот в таком порядке. Как вы дальше пойдете, зависит от вашей стратегии. Я иду на рационализм, чтобы увеличить науку. Возвращаемся в игру. Я перескочил сразу на тринадцать ходов вперед. Вот принимаю меритократию, даже на четырнадцать ходов. И, видите, у меня становится плюс один в счастье. Поэтому вот у меня моя столица Поленке как раз сейчас достигнет населения пяти, о чем я вам говорил. Поэтому я сейчас вот хотел поставить поселенца, но поставлю следующим ходом. Потому что хочу именно достигнуть населения пяти. И когда он станет... А все остальные города переключаю на рост. Потому что в них два жития. А, как вы помните, я вам говорил, мне надо, чтобы в моих малых городах было по три жителя. Поэтому при положительном населении вот можно им дать чутка подрасти. А в столице, как только она достигнет населения пяти, я переключу на строительство поселенца и по нашей старой схеме. Строительство поселенца, строительство война. Еще один прыжок в будущее к тому моменту, как мы откроем богословие. После богословия исследуем гильдии. И мы сможем наконец-то строить торговые посты. Кстати, вот в дополнении, видите, торговые посты перенесены намного вдаль по научной лестнице. Раньше торговые посты сразу в первой эре можно было открывать, а теперь аж только в средневековье. И закрепим гайд по технологиям. Итак, вначале сразу идете к гончарному делу, чтобы получить пирамиду. После этого открываете те технологии, которые позволят вам присоединить ресурсы роскоши, которые находятся рядом с вашей столицей. После этого идете к колесу, чтобы могли строить дороги. Далее исследуете охоту, чтобы можно было построить цирк. После этого прямиком направляетесь к констракшн, который дебильно перевели металлоконструкции. Там нам критически важна арена, стадион и лучники с композитными луками. После этого направляемся к теологии, к богословию, чтобы наша цивилизация майя получила доступ к своей уникальной способности получать великих людей каждые 394 года. Дальше гильдии, чтобы можно было строить торговые посты. А по пути к гильдии мы заодно и деньги откроем, чтобы можно было строить рынок. И, наконец, последнее важное исследование, литье, металл кастинг, чтобы получить доступ к мастерской. После этого идете по технологическому древу, как вам подсказывает ситуация. Я шел по военным юнитам, чтобы их апгрейдить, и обращался к денежным и технологиям, которые приносят счастье. Например, важно как можно быстрее открыть технологию, которая увеличивает отдачу от ваших торговых постов. Так у вас будет еще больше денег каждый ход. И снова прыжок в будущее. Прошло всего 7 ходов, а мы уже получаем великого человека от способности майя. Сейчас я расскажу, в каком порядке великих людей стоит брать. Итак, в первую очередь, в обязательном порядке берем великого пророка. Для того, чтобы улучшить нашу религию. Про это я расскажу немножко дальше. Великого инженера мы берем для того, чтобы построить Биг Бен. Это, собственно, единственное чудо света, которое нам, в принципе, нужно при этой стратегии. Напомню, мы будем все покупать в городах, а Биг Бен снижает стоимость покупок. Возможно, еще неплохо запретный дворец, который увеличивает счастье от городов. Но великого инженера стоит тратить на Биг Бен. Если вы сможете построить запретный дворец так, своим городом, то неплохо. А значит, берем великого инженера, когда вы близки к открытию Биг Бена. Великий торговец пригодится для того, чтобы получить побольше денег и увеличить влияние в каком-нибудь городе-государстве. Великий ученый, понятно, что генерала великого полководца надо брать, если у вас идет или намечается война. А великого художника, если вы хотите стартовать золотой век. Великого торговца, я уже сказал. И, наконец, великого ученого оставляйте на конец игры. То есть, когда у вас уже все остальные будут взяты, великие люди, берите великого ученого, чтобы открыть какую-нибудь важную технологию побыстрее. Ну, великий флотоводец, понятно. Я думаю, зря его, конечно, ввели в аддоне. Ну, если он вдруг вам понадобится, то, пожалуйста. Собственно, то же самое, что и с великим полководцем. Итак, я выбираю великого пророка. Он у нас рождается. И, естественно, мы его будем использовать для улучшения нашей религии. Потому что религия влияет очень сильно на нашу стратегию. Где у нас этот великий пророк? А, вот он, мелок. Ну, понятно, что мы им укрепляем религию. И вот что, какие верования надо принимать, я вам сейчас и расскажу. Итак, в этой игре я смог взять практически все нужные верования, кроме одной. Ну, вначале, как вы помните, берем посланник богов, который дает плюс два к науке в городах. В первом укреплении религии, или в увеличении, не помню, как это называется, мы берем ритуальное погребение, что дает плюс один к настроению за каждый город, исповедующий нашу религию, и аскетизм, что дает плюс один счастье к настроению в городах с тремя почитателями. Вот помните, поэтому мы свои города до трех и увеличиваем. А во время укрепления веры берем религиозные тексты, чтобы религия как можно быстрее распространялась. Видите, написано на 34% быстрее и на 68% после открытия печатного пресса. А вот вместо мечети лучше было взять пагоды. К сожалению, мой противник, один из компьютеров, успел это сделать раньше меня, поэтому мне пришлось взять мечети. Ну, собственно, тут имеется в виду, что вам надо взять строение религиозное. То есть там есть три варианта пагоды, мечети и соборы. Разница между ними в том, сколько они дают религии, счастья и культуры. Так вот, пагода выгоднее всего, потому что она дает плюс два счастья, в отличие от собора и мечети, которые дают по плюс одному счастью. Если же выбирать между мечетью и собором, то мы берем мечеть, потому что она дает больше веры. Напомню, что пагоды, мечети и соборы в городах у вас строятся за веру. Поэтому отметьте там у себя в вере, чтобы у вас откладывались очки именно на строительство автоматически вот этих сооружений. Если вы все-таки не успеете взять какой-то из этих верований, а должны успеть, то обращайте внимание на другие верования, которые либо дают счастье, либо бонус к производству. Причем желательно, чтобы это все давалось небольшим городам. И опять прыжок в будущее. Как видите, 99-й ход. Я основываю свой 13-й город. У меня 29 счастья, плюс 30 золота. Правда, идет золотой век, но, поверьте, золота у меня уже вполне достаточно. Сейчас я открою еще банковское дело, буду банки строить. Но я перешел сюда, чтобы вам показать, какую очередь строительства надо устанавливать в своих городах. Иначе вы задолбаетесь следить за каждым своим городом. Итак, вот мы строим пирамиду, а дальше ставим в очередь строительство монумент, потом арена, если есть цирк, то и следующим ходом цирк, потом рынок или библиотеку, в зависимости от того, что вам в данный момент больше нужно, деньги или наука. То есть вы либо строите сначала рынок, потом библиотеку, либо сначала библиотеку, потом рынок. Далее, хранилища вы строите в том случае, если ваш город достиг населения 3, и при переключении в приоритет на молотки у вас начинается в городе голод. Вот в этом случае имеет смысл построить хранилище. И после хранилища строим мастерскую для увеличения производства. Всё, вот каждый ваш малый город должен иметь вот такие в обязательном порядке постройки. Далее, можете строить там юнитов, потом по мере увеличения, естественно, все экономические здания строите, то есть банк, а потом что там ещё, сокровищницу, я не помню, какие там, увеличивают отдачу золота. Они не требуют денег на содержание, но увеличивают отдачу от города в золоте. Ну и там научные здания тоже, естественно, когда по мере их открытия. Вот каждый ваш малый город вот должен иметь такие здания. И снова скачок вперёд. Как видите, я уже воюю с Испанией. Воевать имеет смысл тогда, когда у вас закончилось место для расширения своих городов. То есть реально больше нигде поселенец на разведанной территории город поставить не может. Тогда вы начинаете нападать на соседей, чтобы расширить своё жизненное пространство. При этом их захваченные города не делаете марионетками, не аннексируете, а уничтожаете. И на освободившееся место ставите свои города. Почему? Потому что в марионетках вы не можете ставить очередь строительства. То есть вы не сможете... Там эти города будут сами, что захотят, то и строить, что нас в нашей стратегии не устраивает. И сами будут развиваться, там расти. Это нам не надо. Нам нужны маленькие города, население 3-4 человека и с определенными зданиями, которые я вам описал. Если же вы будете аннексировать города, то вам придется строить суд, что лишние траты нам не нужны. Единственный город, который вам придется аннексировать, это столицы чужих государств. Вот их аннексируете, и там уже строите суд, просто потому что их уничтожить нельзя. По поводу городов-государств вводите с ними дружбу, как бы захватывать вам их не надо, вы же не будете их делать марионетками. И лучше всего дружить с торговыми городами-государствами, или как они там меркантильными, что ли они называются, потому что они дают счастье. Опять же, напоминаю, что нам всегда нужно счастье. Хотя обратите внимание, что у меня сейчас положительное счастье, плюс 21, это означает, что я медленно свою империю расползаю, медленно строю города. То есть, если ваша империя в плюсе по счастью, то вы не строите достаточно городов. Ну и, в принципе, уже вот сейчас у меня тут сколько их уже штук, 16, 17, 18 городов, можно какие-нибудь хорошие города в хороших местах начать развивать. Я, наверное, так уже и делаю. То есть, не только ваша столица может расти, но еще пару городов можете начать развивать. Да, какие усовершенствования строить вот в наших маленьких городах вокруг них рабочими? Понятно, что торговые посты. То есть, вот вырос ваш город до трех жителей, вы его переключили на производство, сделали фокус на молотки, открываете вид города и смотрите, куда он переключился. И вот на этих трех клетках, которые он обрабатывает, строите торговые посты, чтобы вместе с производством вам шли и денежки. Собственно, ради чего эта стратегия и сделана. То есть, у вас будет очень-очень много денег. Мой рассказ о стратегии бесконечного расползания городов подходит к концу. Я доиграл до 130-го хода, сохранился и начал делать это видео. Я, конечно, мог доиграть до конца, но вы бы тогда ждали очень долго. На самом деле, это уже выигранная партия. Вот вы видите, что я по очкам всего на 20 очков отстаю от Гайя Ваты, от Ирокезов, но это только потому, что он настроил кучу чудес света. У меня же только одно чудо света Биг Бен. Я по всем экономическим параметрам и научным опережаю всех. У меня выше всего производство, больше всего исследования открыто, ну и так далее. Больше всего золота в ход я получаю. И это, напомню, на седьмом уровне сложности против компьютеров. Победа в этой игре – дело, собственно, дальше уже техники. То есть, вы продолжаете строить вот эти трехнаселенные города с небольшим населением, постоянно занимаете все свободное место, ближайших соседей уничтожаете, на их месте строите город. Вот, напоминаю, город как можно ближе к вашему ближайшему городу, чтобы поменьше было дорог. Ваша империя никогда не должна останавливать расширение. Смотрите на счастье, хотя вот в данный момент времени у вас уже счастье, я думаю, никогда не уйдет в минус. Все время будет в плюсе. Избегайте роста ваших маленьких городов, ставьте фокус на производство. В целях борьбы со вторжением покупайте побольше войск. Если сами завоевываете, то города противника уничтожайте. И так далее. Надеюсь, вам эта стратегия понравилась. Вы будете использовать в своей игре. Меня зовут Леша Халецкий. Это канал Леша Играет. Подписывайтесь на него. И счастливого вам расползания! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok! Продолжение следует... Продолжение следует...